Вынесли на руках подростки из Ленинского района, спасли от гибели человека. Максим Климов и Вадим Тедеев увидели пожар, не растерялись и бросились на помощь. Самостоятельно выйти из охваченной огнем квартиры пожилая женщина не могла. Молодые люди не только спасли пенсионерку, но и переживают за ее судьбу. История о том, как важно не пройти мимо, в репортаже Любови Новоселовой. Обычный сентябрьский вечер, начало 11-го. Встретятся, друзья не собирались, созвонились, решили пройтись перед сном. И даже маршрут для прогулки не обговаривали. Все случайно и обычно здесь не ходят. Но волею судьбы оказались в нужное время и в нужном месте. Проходя, услышали треск огня. Мы отошли на бордюр в 112 позвонить. При разговоре услышали, что кричат из квартиры. Не успели договориться, сразу забежали в подъезд. Времени на раздумья не было в холле. На втором этаже встретила кромешная тьма. Вспоминают ребята. Хронологию восстанавливают детально. События развивались настолько стремительно, что даже испугаться не успели, признаются юные герои. То ли адреналин, то ли шок был. Но не растерялись. Рискнули и приняли единственное правильное решение. Дверь была приоткрыта. Я вот, получается, когда подошел, Максиму пришлось присесть на корточку, когда он заходил. Я пытался светить фонариком. Пока один светил, другой обмотал лицо футболкой и рванул в квартиру. И когда он нащупал силуэт бабушки, получается, он мне сказал, мы ее взяли вдвоем под руки, получается. Взяли под руки, я и Максим, и вывели ее на улицу. На место пожара после ЧП мальчишки пришли впервые. Всматриваются в каждую мелочь и пытаются понять, что же произошло той ночью. Официальная версия – нарушение правил пожарной безопасности. Без присмотра хозяйка оставила электроприбор. Мы не знаем, с чего началось. Говорят, что вот матрас. А как он, неизвестно. Возможно, вон даже розетка рядом с кроватью. К слову, вход в квартиру свободный. Кругом разруха. Висит проводка. И, возможно, под напряжением. Не проверяли. Помещение, местные его называют общежитием, больше напоминают нежилое. Разбитые окна, вынесенные двери. Есть и пожарные щиты, но они пустые. Даже сушатся коврики, но при этом вокруг ни одной души. То есть шансов на спасение у этой женщины практически не было. Спасли и забыли. История не про этих ребят. После пожара женщину не видели. Но как она и что с ней, молодые люди в курсе. Справки навели у местных пожарных. Парни переживают. Впереди холода, а пенсионерка осталась без крова. Кстати, после того, как вывели ее из горящей квартиры и вызвали скорую, они поднялись на этаж опять. Вывел на лавочку, посадил, спросил, все хорошо или нет. Убедились, что с ней все хорошо, но как бы по ее самочувствию. Поднялись еще раз в квартиру, но убедились, что никого нету больше. Подростки из Ленинского – лучшие друзья. И, как оказалось, очень скромные. С верстником о смелом поступке рассказывать не стали. Но не промолчали профессиональные спасатели и решили – страна должна знать своих героев. Кроме слов благодарности, за отвагу и мужество ребят обещали наградить. Кстати, в ряды МЧС Максим и Вадим не собираются. Оба из семи потомственных военных и планируют пойти по стопам родителей. Любовь Новоселова, Павел Антонюк, Вести Биробиджан.